Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша Жёлтый. Сегодня у нас в гостях современный панк-неформал Артём. Потолок! Артём, здорово! Начнём мы с того, как вообще мы с тобой решили снимать интервью. Тебе написал фальшивый Лёша Жёлтый, который тебя позвал на беседу. Как ты думаешь, кто это вообще мог быть и зачем это всё было? Это был я! Это моя PR-акция! Я создал этот фейк! Друзья, напоминаю, у меня есть свой телеграм-канал. Там всё, что не попало в группу ВК и на Ютуб. А тем, кто хочет меня поддержать финансово, номер карты внизу экрана и в описании. Давай поговорим тогда про панк-тусовку. Как давно ты вообще в панк-тусовке? И как изменилась эта панк-тусовка по сравнению с тем, когда ты пришёл в неё и сейчас? Кар! Да никак не изменилась на самом деле, кроме того, что люди ушли, а другие остались. В смысле, всё делается это просто потому, что тогда, собственно говоря, 14 лет назад, мой второй гик, второй гик в жизни, в котором я выступал, это был гик с факнеймом в церкву Хивбиберево 14 лет назад. И уже тогда люди натурально отказывались понимать юмор, шутки. Люди отказывались, ну, вникать, просто думать. Делаем какой-то перформанс, какую-то вещь. Ну, просто чтобы это было, там, интересно. И те же самые, там, да, там. Помните, да, эту херню с 210, когда они городку наебашили, пришли на гик, наебашили из-за того, что они, там, над флагом, короче, Москвы издевались. Потом, потом, вот эти самые люди, там, да, там, от патриотических идей отказываются и так далее. Я это всё к чему? К тому, что вот тогда было очень трудно мне жить, потому что приходилось, вот, чтобы люди как-то догоняли элементарные какие-то вещи в плане даже абсурдной шутки народа. Типа, ты пришёл, там, как вот, пидором назвал такой, да я пошутил. Типа того, что ли? Нет, конечно. Или там, иди нахуй, шучу. Нет, конечно. Ну, вот, шутки из разряда, когда вот мы сидели там и говорили, например, например, что... Что можно подпиливать зубы карельскому саму, чтобы ебать его в рот. Тут мата, кстати, можно вообще, нет? Да, конечно, можно. Бля, пидор, петух, нахуй, заебал, ебаный рот. Так вот, такого рода шутки люди могли воспринимать всерьёз. Это к чему? К тому, что мышление, в самом по себе мышление, значит, было тогда таким вот, ну, закоренелым, что ли. Народ упорно отказывался прямо вот вникать. Всё воспринималось в лоб, в штыки, всерьёз. Очевидные какие-то вот именно шутки. Шутки – это именно показатель интеллекта. Тогда, то есть, хочешь сказать, было не до шуток, а сейчас до шуток стало? По-моему, вот и в этом формате, когда дела делаются, реальные дела делаются, до шуток всегда. И поэтому мне непонятно, почему, что тогда было нельзя шутить нормально, ни о чём, почему никто ничего не понимал, а почему сейчас? Непонятно. Люди изменились в плане сменились. А вот эта вещь, она осталась. Причём, казалось бы, панк-рок, панк-рок, это же движуха, она же и анти тебе, пожалуйста, да, и всё, что угодно можно делать, казалось бы, и свобода, да. И все постоянно вот это тогда ещё говорили, что вот, блядь, нам все эти рамки не нужны, постоянно срались там быть антифойлей, быть аппалитом. И сейчас не то же самое. Только тогда это всё-таки как-то делали люди, знаешь, более подкованные, что ли. Сейчас уже молодёжь пришла тоже в движуху, в которой, ну, этот вопрос остался нерешённым, например, до конца. Они тоже просто видят, вот, кашу теряются и всё. А так-то, ну, особо небольшой, большой разницы нет. Кстати, о птичках, между прочим, одну секунду. Вот 210, это, конечно, очень хорошо, наши братишки, но... Человек подготовился к беседе, серьёзно. Да, Black Sabbath лучше, да? Тоже твои братишки? Нет, понимаешь, здесь, может быть, дело-то в том, что люди, как бы, ты говоришь, панк-рок, рамки, но получается, что панк-рок это прям такая максимальная, вот, вообще, рамочная тема. Если бы всё было так просто, как ты говоришь, это было бы даже заебись. Была бы определённость, было бы понятно, но когда вот те же самые люди, которые выставляют рамки, да, они же при этом, про этих внерамочных людей, там, пиздят за спиной, распускают слухи, а потом приходят ко мне на концерт, смотрят мне в глаза, не здороваются, но ничего херового мне не говорят. Чё, блядь, у тебя ж рамки, нахуй, ты же весь из себя такой, ну, правильный, крутой, и чё? У них, у самих, эти рамки какие-то очень размытые, у меня рамки очень понятные, здесь я шучу, здесь я говорю истину, здесь я молча действую, очень всё понятно. Вопросов, каких-то секретов там нет вообще. Я, если чё-нибудь мне нужно, подхожу и общаюсь, спросите у там, Роми из Винчестера, привет, например, всё в порядке? Охуенно. Например, а у них как-то нет, и поэтому, я говорю, я вообще не понимаю, почему люди, в принципе, в панк-роке, да, ничего не делая, коменте только, считают себя там, ну, вправе, такими вещами заниматься, там, кого-то обсирать, не обсирать, да вообще всем похер, если честно, чё там, кто-то это думает и говорит. Ну, если это ты не делаешь лично, а я же много такого вижу, очень много. Поэтому вот, и это негативная сторона панк-рока, о которой очень сильно хотелось высказаться, просто потому что наболел. Вообще-то есть и позитивные стороны панк-рока, которые изменились, которые изменились. Ну, например, первый гиг в клубе, который мы дали, 14 лет мне тогда было, Вячеслав, Ивка, привет, и Андрюхе тоже, вы сыну Пилипенку, привет. Группа нулевая позиция. Она самая. Помнишь раздолбай пати? Да, помню, конечно. Вот, я первый раз именно в клубе выступал на раздолбай пати, короче. Они в этом. Лентяй. Что изменилось в панк-роке, клубы изменились. Тогда это были клубы, ну, явно не нашего толка. Сейчас же появились клубы более приближенные к нам, в плане, ну, может быть, там и от наших пацанов, может быть, от около наших пацанов. Но с правой охраной. Разберемся. Да-да-да-да-да, я уже говорю, кстати, не про ботыга, вот это я говорю про успех, царствуемое небесное, да, ну, там, панк-фикшен в начале своего времени, там, что-то такое было, да, там, бар-фракция, уже можно об этом говорить, потому что всем все известно, и как бы поэтому похеру. Вот, что изменяется? Изменяется, соответственно, вот этот подход к созданию концертов, он все-таки стал, ну, более серьезным, менее маргинальным. Раньше, раньше было очень много именно сквотерских концертов, там был клуб Днище, был сквот под Скопином, я помню. Их было много таких вот концертов именно в неклубных, а, еще помнишь, проклятый старый дом, там сейчас сделали станцию Белокаменная, вообще пушка была. Кстати, не, я даже не знал, что там клуб был. Это не клуб был, потому что это было две такие огромные, слушай, я не могу вот так по меркам, у меня с ними очень херово. А, там такие, ты имеешь в виду, что коробки бетонные. Именно, именно, да, 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 затаскивали туда аппараты, говорю, Dislifecant, там выступали не один раз, например. Как сейчас помню, вот самый крутой концерт, на котором я там был, там выступали Валентина Геврасимова и Днище. Вот так вот было, просто пушка. Шкет тогда очень упорно, я тогда начинал работать охранником КЕК, Шкет очень упорно прыгал на барабаны, и он все-таки смог на них упасть в очередной раз, и я смог одной рукой вот так вот поднять, оторвать его от земли. И я тогда понимаю, что это случилось клубо, потому что сама атмосфера настолько сильно насытила моя кровь гормонами, что, ну, просто тело сделало то, что потом я никогда не мог повторить Шкет, ну, типа, тяжелее меня. Вот такая вот херня. Сейчас такого нет вообще от слова совсем. Таких вот скоттерских каких-то концертов нет. от слова совсем. Зато есть гиги в клубах, зато есть встречи, слушайте, очевидно, с более крутыми афишами, например. Много новых банд, и при этом остались, ну, старые банды, которые прошли уже проверку временем. Кстати, о бандах. Время переодеться. Я знал бы, тоже бы хотя бы парочку футболочек бы взял. Кстати, пришло время тогда уже говорить о тех бандах, из которых меня выгнали. Похуй, привет, слава, привет. Тех, из которых тебя выгнали. Ну, нет, у Black Sabbath мои братишки, 210, ну, почти мои братишки. Вот, да. Мы с тобой беседовали, ты говоришь, что твоя творческая деятельность тебе сейчас приносит какой-никакой доход. Расскажи, как так получилось, что в такой, да, маргинальной движухе, вот, по панкрокерской, ты вот смог как-то выйти на самоокупаемость. Интересно рассказать о том, как я, ну, предтеча, почему вообще я решила так сделать. Чем ты вообще таким занимаешься? Ну, помимо того, что охраняешь. Я по образованию педагог-психолог, я 6 лет в педагогике. Детский сад, слушайте, а, кстати, многие знают, вел развивающие занятия. Последние полтора года я работал в очень-очень буржуинской частной школе. Преподавал русский литературу и спорт. Она на Тургеневской находится. Говорить не буду, бесплатной рекламы больше нет. Это очень крутая история, потому что я начал изменять детей, они начали леветь. Потихоньку. Естественно, вообще ни слова о политике. Просто они переставали врать. переставали шкурить. Переставали именно мыслить в формате мне, мне, мне. А ты это с поливением связываешь то, что ты вот три вот этих качества назвал? Ну, да, естественно. Но это именно такая моральная база вот этого всего. База-то, конечно, она экономическая. Ну, у них там уже есть экономическая база. Я делал, что мог вообще на самом деле. И один буквально человечек, десятилетний, десятилетняя девочка. Она вот не поняла этого всего, но почувствовала, она почувствовала, что народ как бы перестал ее воспринимать как социальную звезду. Вот. И она наврала родителям, что я домогаюсь детей. Понимаешь? И типа я просто сидел, короче, дома, я не спал месяц. Я был ужасно злой. Месяц я не мог спать, я очень мало ел. Это было буквально в этом декабре. Ну, я охуел, потому что я типа понимал, что могло бы быть, если бы ей поверили. Вот. Представлял, что типа будет со мной. Ну, понимаете, зона, типа русская вся херня. Ну, я не прощу, короче, ее, их, всех. Были там недавно, обоссали, короче, это место. Ночью, очень смешно. Самый центр. Вот, да-да-да, сейчас будет хорошо, если увидят, короче, посмотрят, потому что, ну вы че, ну вы серьезно, что ли? Пиздец. Я начал думать, что мне вообще делать в плане, ну, деньги-то нужны, хотя бы немного, ну, типа просто на еду, не для того, чтобы я стал богатым, блядь, богатых нужно сожрать. Есть надо, мне есть надо для чего, чтобы я делал панк-рок, и поэтому я вдруг понял, что очень справедливо, если мы будем с панк-роком, именно, ну, взаимовыгодно сотрудничать, чтобы я, соответственно, давал панк-року, панк-року контент, и помощь различную, ну вы уже все знаете, уроки по вокалу, по барабанам, там, продюсирование банд, помощь в менеджменте, создание концертов, и, соответственно, уже, помимо этого, ну, много чего еще. Не буду сейчас говорить. То есть, ты на все руки, в принципе, мастер, если к тебе обратиться, то ты... Конечно, там, например, за донатик, там, одному человеку, там, песни помог, песни оргазма Тродамуса разобрать, и я прям понял, то, что будет нормально, будет нормально, если я просто вдруг начну, вообще-то, как другие оргии, ну, друг, брать за это бабки, небольшие бабки, просто вот эти вот там уроки, просто фри донатики, и так далее, ну, карта моя, что там, висит, на бусте можно подписаться, и так далее. Слушай, ну, немного, понимаешь, кстати, когда у меня именно есть, вот именно есть бабки на карте, да, вот, например, сколько вы сами чекнете, я там уже, ну, там, неделю, допустим, донатики вообще не прошу, просто потому что, ну, как бы на еду есть, есть данная, ну, я не прошу, вот, когда на что-то нужно, тогда прошу, а на что прошу, вообще в основном на репы, если уж честно, и по-моему, вот это прям очень справедливо, чтобы чуваки кидали бабки на карту, и чтобы я тут же отдавал бабки эти, куда, в движ, в наш же, вы берете из системы, передаете мне, а я просто перераспределяю, в движуху, ты перерабатываешь в другую систему, в нашу систему, конечно, вот, по-моему, ну, и разумно и справедливо, и по-доброму, а мне, типа, себе, да хер знает, ничего не нужно. Насчет контента, я вот это, знаешь, там, ребята, что-то бывает выпустят, и такой комментарий, типа, вы еще должны сами доплачивать, чтобы это типа слушать, и ходить на такие концерты, но видишь, у тебя обратная ситуация, пока ты переодеваешься, раз уж мы тут заговорили про угла, про оргазм Астрадамуса, недавно книжка новая вышла, как раз таки, произвела большой ажиотаж и фурор, а морал здесь, как планируешь, почитать, приобрести, или может быть уже, как ты думаешь, вообще нужна ли такая литература? Отличная банда, просто, респектная. Это откуда тебя выгнали? Посмотрим, посмотрим, как у них получится без моего вокала, но мой вокальчик обязательно послушайте, потому что улетят за прослушивание бабки, пока что еще мне. Про угла, очень крутой мужик, я очень долгое время, слушай, с 14 лет, как раз таки, я его прям активно слушал, лет, наверное, в 22, только, у меня вот анархоаморализм закончился, то есть я там прям очень сильно погружен был в тему саморазрушения и так далее, очень по-разному я это делал, очень круто было, вот только недавно я начал понимать, что все-таки это был такой одновременный угар, вот как раз таки у меня угар, ну в плане, что он не был там мизантропом, например, да, одновременно с этим я понял, что, ну я что-то куда-то дальше ушел, потому что он-то, скорее всего, именно левым-то не был, и в этом плане как раз таки, да, удалось шагнуть дальше, но вот этот базис, который он дал именно в плане культурный, в плане стремления именно там к начитанности, стремления к замысловатым каким-то вещам, текстам, и в плане способности жить под давлением постоянным, именно обращая на себя это давление, ввиду собственной скандальности, вот это просто пушечка, угол прям вот вырастил, вырастил меня, получается. Книгу поэтому купить, слушай, я не думал об этом, вообще нет времени, если честно, об этом думать, если кто-нибудь подарит, даст почитать, будет вообще респектно и круто, или может быть кто-нибудь, кто-нибудь может мне задонатить, чтобы я эти бабки, конкретно вот на эту книгу, потратил, чтобы он переработал эти бабки, да, да, правильно, если ты хочешь поддержать сцену, ну типа, не знаешь как, ну вот тебе, пожалуйста, там один из способов, прям скинь и донатик, скажи, чувак, купи, пожалуйста, вот эту книгу, или там, можно мне ее дать, почитать, я уже там ее покажу, осмотрю, расскажу про нее, что-нибудь, что думаю и так далее, так что вариантов много. Какую это пользу принесет для сцены, что ты читаешь? В каком смысле, какую пользу? Огромную пользу, ну потому что, это же точно так же, как и, ну, про все остальные проекты, тогда можно сказать, там, какая польза от того, что ты играешь в карт-бланш, например, да точно такую же, в смысле, это будет освещение, это будет информирование, и это будет именно, ну, донесение позиции, очень многие люди, там, из молодежи, например, например, тупо об этом не знают, посмотрят мой видосик какой-нибудь, не зная угла, и вот, ознакомятся. Ну вот, часто и ты говоришь, и часто, да и я говорю, вот, да, вот это вот понятие сцены, что это вообще такое? То есть, есть, да, какое-то условное, да, там, панк-полит-бюро, который, где там сидят 5-7 человек, которые, вот, ну, говорят, вот, что сцена это то, можно то, не то, как, как, что вообще такое вот это вот понятие сцены, что это? Сцена, сцена это вот все, что вне чатика панк-сут на 88 человек, там есть наши агенты, братва, вам респект, сцена по факту, по факту, это в первую очередь люди, люди, которые делают музло, естественно, ну, вот у нас есть, у нас есть получается уже, своя сцена, которая как раз таки стоит вокруг, да, нескольких групп и букинга, это конкретно от нас, и она не единственная, самая главная сцена, как называется? Букинг называется High School, отличная тема, уже тысяча подписчиков в ВК, подписывайтесь дальше, ссылочка будет, скинешь же? Обязательно. Внизу ссылочка. Отличная вся тема, в чем суть именно High School, в том, что мы собрались втроем, люди разные, с разными вкусами именно, но мы решили, ну, мы и так друзья, именно делать концерты, разные, с разной публикой, для разной публики, с разными группами, и самое главное, звать все-таки группы одновременно качественные, но при этом, в большинстве своем, чтобы группы были новыми, потому что, как раз таки, ты говоришь про этих снобов, да, которые там, говнари, говнари, вот так вот про всех говорят, им всем узло не нравится, они сами при этом, музыка-то достаточно сомнительно играет, если так тоже. Если играет вообще, между прочим. Если быть откровенным. Конечно, конечно. Из-за этого, вот, как раз таки, и молодежи тоже не хочется новую музыку делать, мы же выискиваем вот эти вот, таланты-самородки, зовем их на концерты, и вот они, пожалуйста, помните, реально, 25 декабря, мы делали панк-елку во фракции, ну, что вот скажете, плохо было? Ну, как Ара Гупега сделала? Ну, это же вообще просто пушечка, народу была тьма, все радовались просто, как не в себя, танцевали вокруг елочки, никогда такого не было раньше. Вот так вот было, и все остальные наши концерты, но они также проходили и будут проходить. Даже не первый год вообще, в принципе, концерты делаю, в составе вот этого букинга мы только-только начали, но там уже просто определенная именно очень вот, атмосфера вот эта вот создалась, мы хотим доносить до людей все-таки атмосферу, которая есть общая у нас, у нашего состава, нашего детства, мы же когда росли, когда были, ну, как раз-таки, блин, вот эти все там, скейтбордики крутые, когда там были, не знаю, соточки, там, какие-то жвачечки, малобарчики, сухарики, вот эти все газировочки, возле школы, на коробке, так клево было тусоваться, их даже с обывалыми, было круто, и мы хотим именно вот этот дух всем передать, и это получается обертка, а содержание, а содержание, ну, вот этот наш настоящий, грамотный, именно трушный панк-рок, а трушность заключается в том, что, ну, вот мы как начали, там, я в 13 лет, получается, мне скоро, вот 28 в апреле будет, ну, считай, 15 лет, мои все кореша точно так же, ни на секунду не останавливались, ни на секунду, ни на одну, вот эта трушность, я пытался замутить с Алиной, эскиз-киз, не получилось, потому что, на полном серьезе, смысле, типа, нашлись, короче, века, ничего не получилось, потому что, ну, блин, я не могу, короче, общаться, но ты попробовал бы с другой, вот, как, да, времени не было, ну, а это как-то так, короче, нет, я же не специально искал, даже он случайно так получил, специально, конечно, ничего такого не делал, суть в том, что я с неначитанными людьми, вот, прямо долго именно, ну, вникая общаться не могу, вот, мне прям как-то не по себе становится, она вот из таких людей, ну, она спросила, а ты зачем вот это все вообще делаешь, у тебя же оно, ни хера тебе не приносит, ну, вот, она не true, потому что единственная книга, которую она прочитала, она, конечно, была про панк-рок, но это не Крейг Ухара, философия панка, а, это была моя первая именно панк-литература, которую я в 13 зачитал, например, кстати, с этого, так-то, считай, все и началось, или не с этого. С философии панка? Ну, да, я там, на самом деле, какое-то время уже панковал. Так себе говорят книги. Она, может быть, и так себе, но она очень исторична. Это как этот, Дух 69, да, про скинкедов, наверное, такие, как каноничные, такие столпы, наверное, да. Ты сам читал? Нет. Это просто история именно британского и американского панк-рока, в плане, история, там, с конца 60-х, там, по 80-е, в плане, вот, все фэн-зины, которые тогда были, все концерты, которые тогда были, просто из них вырезка, ссылка, вырезка, ссылка, вырезка, ссылка, вырезка, ссылка, и это просто в порядке хронологическом. И все. То есть, типа, что там может быть плохого, тогда, ну, ты как бы говоришь, что все, что тогда именно писали, статьи, которые были тогда, это вот все плохо. Но если так думаешь... Я не говорю, я не говорю, что это плохо, я просто, что-то какой-то пост был про эту книгу, скажем так, знакомый написал, типа, так себе книга, я не знаю, читал поэтому конечно не буду могу делать видов например на представление чего там кого куда конечно да да книга об этом я оттуда не вот именно ничего толком не запомнил кроме того что панк это не протест на коленях перед родителями и кроме того что глава про стартедж называлась стратег реальная угроза вот и все да не на самом деле там же доносилось очень много хороших вещей я не вижу что там написано металлы какие-то банда уже умерла архаон кенни привет вот все-таки зарекламируют тебя у вас нас просто хорошая банда была жаль уже нет но мы в ее основу заложили много хорошего в общем если провести до чего мы начали разговор про сцену то получается сцена это много маленьких каких-то сцен которые вот объединились в одном в одну большую какую-то сцену это можно сказать сцены по факту так до объединение нужно завершить это как у леваков принято чтобы нам объединиться сперва надо размежеваться со мной люди размежевываются просто охерительно кстати тоже вопросы к чему вот эта вся скандальность к чему такой контент да вот к этому у меня про я просто других более быстрых и эффективных индикаторов не вижу я не хочу чтобы моем кругу случайно затесались но вот люди которые именно в нужный момент так ослабнуть духом и придадут меня я поэтому вот таких буду вычислять сразу они ну вот не любят например счастливых людей очень просто да они не любят там например людей которые вот умнее их ну просто не любят не выносят ну и все и так вот очень просто народ отсеивается отсеивается в том числе шутками том числе прибаутками у тебя какая-то такая контрольная шутка есть и так спрашиваешь что за шутка если как-то человек мне не так реагирует как все понятно смерть америки до хера таких шуток на самом деле извините пожалуйста никого не хотел обидеть а кстати моим братишкам из базы 24 на 7 привет я решил просто по угару записать видосик ну проникая туда ты там был нет там все в граффити очень весело я там был знаешь когда лет десять наверно назад и там ну не изменилось в круглой до в этой где там баста тусуется да да там по сути ничего не изменилось ляной двери там правильно уже нет суть в том что я туда спускался эту пещеру очень круто там на стенах граффити я начал про эти граффити ну просто шутить именно импровизируя сценарий это не было и шутки получились очень крутыми но братишки мне сказали суши ну удали пожалуйста видосик кстати попозже еще расскажу второй раз из двух моих видео вот второе видео тоже на ю тубе забанили теперь это сделали сами 24 на 7 вот потому что я там как раз таки пошутил так вот ну именно абсурдно очень сильно абсурдно очень по моему понятно очевидно они говорят но не все же поймут поэтому мы не хотим до хотя вообще никакой реакции поэтому удали пожалуйста это конечно удалю и это все продолжение всей вот этой большой телеги я смотрю на белую такую спираль с лучами и говорю смотрите ка вот это вот есть не будем сейчас хотя будет даже прямо говорить есть вот там нацистские определенный символ до черного цвета а это символ белого цвета значит он супер нацистки видишь да ну и как бы ну кто-то это сейчас может не понять кто-то вот скажут да ты всерьез и ну из-за этого очень бодно больно обидно много контента вот придется сейчас удалять будешь цензурировать и так далее и понимаете цензурировать приходится и вот именно вдумайся потому что люди не понимают абсурдных шуток они воспринимают это всерьез это либо ну реально интеллектуальное бессилие либо просто именно ждут ждут повода чтобы а а сейчас он такой точно скажет ну ждете ребята артем может дать уроки по абсурдному юмору обращайтесь как-то и дудец и игрец там и жнец и абсурдного юмора тоже умелец ты не играешь с вори вот такие типы наверное нет сингл их последние ты слушал да да слушал там почему много каких-то вот прям а да потому что ребята крутые стопудово я прямо уверен еще потому что русофобия сейчас стала норма я прямо уверен что они сделали там триколор да вот ну значит они к стране нормально относятся и почему это значит что они относятся нормально короче к буржуазии вот непонятно мне такой вывод ладно хорошо как же это власовская тряпка все вот это ты же вот говоришь леваки леваки вот получается для тебя тогда тоже это должно быть как власовская тряпка в тот момент когда эта тряпка допустим да как ты говоришь триггерит либералов это охерительно да какая разница чем их триггерить какая разница чем триггерить провоков пускай вот эта тряпка они жену на него агрится агрится почему еще раз погоди есть вот эта страна есть ну патриоты этой страны и точно так же как английские скинхеды ходили с британским флагом да хотя там ну очевидно именно правительство ну как бы то что же самое фашистское как и везде влияет а тут почему-то вот нельзя ну что что дальше то что случилось в итоге то и там же прямо поется моя земля нам не нужно чужой люди вот из из этого из этого делают вывод что там сворозы сво специальная военная пиратская российской армии чего это ну в смысле реально как я не понимаю если бы не хотя бы один человек где-нибудь в этих дискурсах с либералами мог бы нормально доходчиво последовательно это объяснить наверное я бы как-то позицию поменял а тут ну никто никогда не может я же вообще космополит так-то по натуре но космополит я как раз таки ну включая в эту ну патриотизм смысле для меня братишки точно также там американские рабочие точно также австралийские рабочие я считаю что ну они тоже должны быть патриотами почему вы не гордиться как раз так это своим районом например своей братвой например чуть смысле либералам нужно нужно чтобы здесь народ размежевывался именно слабел и буквально ну как бы отдавал все для этого у ему всего делается в том числе бьют как раз таки именно вот в эти чувства это просто ответ просто тупо симметричный ответ тут сделала говорю как раз таки не в том под каким флагом это делается дело именно в том что ну как вот русских либералов всегда обвиняли в то что на самом деле они не русские либералы как это шутки что как бы либерал в америке любит америку либерал в англии любит англию а либерал в россии любит как раз америку вот вот русалибералы извините кого обидел русофобия это тот же нацизм и поэтому ну чисто из этих соображений просто тупо чтобы триггернуть да и чё угодно готов сделать в смысле терпеть вас ненавижу но вообще вот это да тема патриотизма в панк роке она ну как 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 запретно считается что что патриотизм это как раз и нужно для либералов что это все использует именно для того чтобы как бы рабочий класс до рабочих вот люди делились не по классовый да вот это что кто какому классу принадлежит а именно вот по национальной теме и пожалуйста консолидироваться не рабочий как ты говоришь себе друг рабочий американец там и так далее что-то консолидируешься именно со своей буржуазии и вместо того чтобы бороться за классовый интерес а ты борешься за интересы буржуазии под вот этой вот завесы патриотизма это вот когда логика бинарная то да а мы же можно пользоваться не только бинарная логика не только рассудком рассудочным мышлением мы еще можем использовать разум разумное мышление интеллект диалектическую логику смысле тут вообще нет никакого противоречия если я люблю как раз таки да там свой народ с которым мы говорим на одном языке вот язык между прочим это очень важная херня я с братишкой полякам ну как бы долго буду находить общий язык с братишкой русским он уже есть априори сразу ну вот все патриотизм сразу появился сам по себе если я как раз таки ну хочу счастья людям я тебе патриот и земли в далеком приближении вот я тебе патриот района в ближайшем приближении вот я тебе в среднем приближении патриот страны в смысле чего какое тут противоречие в том-то и дело я и говорю это вот это вот есть твара гупеги охеренная песня евро леваки тупые мудаки это потому что тамошняя буржуазия вот в этот в левый движ наускивают вот это вот любовь именно получается но по факту к самим себе но вот этими окольными путями прям окольными окольными да и все и она здесь и начало процветать и пахнуть и между про кстати между прочим раз уж на то пошло помните на прошлый шумер там выкатывали пост отдельный про то что от русские флаги на том шумере нельзя почему так вышло потому что за месяц до этого на панк-генераторе к некоему лагерю возле которого висели 23 колора подошли девчули из группы ханака и потребовали их снять на что получили справедливый ответ что приходить в чужие лагеря со своими законами это как бы фашизм прямой и их попросили вежливо уйти группа ханака именно будучи бессильный что-либо сделать уехала вообще с фестиваля вот ну просто потому что флаги не были снята с чего бы ну попробуйте снять окей мне пишет городок ну так так в чем дело я вот эту всю свою позицию полностью излагаю и одновременно говорю что но при этом против людей которые вот именно просто не патриоты да от этого изолируется не придерживаются этого я не говорю именно про тех кто даже вот хочет именно смерти стране такого же явно тоже никто не хочет просто может быть и хочет они вот вот как раз таки их сейчас оставим есть именно братишки которые ну скажем так ну забивают болт на эту тему и живут себе спокойно припеваючи они не патриоты у меня такие друзья очень много отличные люди они не врут не обижают не воруют я с ними классно общаюсь или тут должен быть плюрализм и поэтому если как раз таки у меня есть право быть ну да есть право быть патриотами я просто тупо пользуюсь этим правом говорю еще раз пользуюсь вот в целях именно таких грамотных что народ к себе тянуть или отталкивать они вот этим не пользуются допускай у меня от этого какого-то хейта к ним нет прекрасные люди отлично общаемся и поэтому я тогда городку прям дипломатически пообещал что вот ты меня попросил спокойно и поэтому я такой херней с флагами ходить заниматься там не буду потому что как раз таки вот ваш фест ваши правила спасибо что позвали все договорились замечательно и поэтому как вообще такое можно хейтить типа почему почему тогда нам нельзя вот этим заниматься почему это просто тупо на самом деле очередной именно вот ну повод для шуток повод для каких-то счастья радости и повод для того чтобы с кем-то с определенным собраться поговорить об этом почему нет почему нельзя вот потому что как раз таки снова бы так решили потому что их на эти тусовки не позвали я не понимаю ну хорошо сочный куриный свиной шашлычок пожарить на панковском у панели как это можно или это считается дурным тоном ну у веганов считается дурным тоном увидим веганом например будет вот на шумере кто-нибудь будет там шашлык жарить вот подойдут веганы скажут не жарьте вот вот когда веганил пять лет сейчас не веганил хотя там него веган написано сведите кто-нибудь по-братски пожалуйста не следите а перебейте короче поняли меня черкни тогда бы это заклеил дайте время короче выходить за кремом тоже сколько этих людей которые того и кресты набили проебали еще похеру короче мне вот честно вам говорю все как есть крутые веганы они же никогда к людям не подходит и не доебывают их у нас в составе есть веганы сидим все вместе в одном там ресторане в одном кафе все вместе едим не я считаю себя ну не вправе именно прям вот навязывать им мясоедение точно так же они считают не вправе мне именно навязывать вот это вот их пропаганда она заключается уже в том что в своем образе жизни тут то же самое абсолютно то же самое я же не подхожу с этим там с триколором короче провод в лагеря я не орус сука будь патриотом или я тебе дам в ебало нет такого я его просто повесил точно так же как чё стратегер набил себе кресты как веган не ест мясо при всех вот это чё можно делать нельзя а если можно или нельзя почему ну типа тут в другом дело увидишь панки вроде как все можно много чего не можно да пожалуйста я же говорю вот например то что в панк-роке до считается именно зазорным врать воровать это же хорошо ну а как же шоплифтинг наоборот получается это не зазорно шоплифтинг между прочим уже много кто знает много кто знает что вычитают вычитают штрафы тупо из зп кассиров то есть наших братишек пролетариев то есть шоплифтя ты именно у него из кармана достаешь именно поэтому как раз таки вот в нашей сцене скажем так шоплифт не приветствуется как только могут об этом узнали все перестали шоплифтить так что так что ну не надо воровать нехорошее это дело эти запреты эти запреты они же на самом-то деле общечеловеческие и я считаю эти запреты крутыми потому что из-за них как раз таки у нас получается друг друга не убивать и не резать это очень хорошо познакомился с девочкой и начинаю как раз таки излагу знакомиться начиная излагать о том как чем живу и рассказываю про все вот эти вот ценности которые за мной закрепились именно из-за панк-рока и она такая говорит что вал нифига себе да у тебя просто обыкновенные тупо гуманистические обычные самые традиционные ценности а как раз таки обывал и так не живут то есть панк-рок он сейчас вот в данный момент мой по крайней мере заключается тупо как раз таки ну в базированности в то чтобы быть добрым честным умным начитанным заниматься спортом быть сильным мне казалось тоже знаешь это вторая часть ты сначала пока ты молодой там пятнадцатилетние грабы говорят и вот это отрицание идешь а после отрицания ты уже начинаешь наоборот приобретать вот уже идёшь созидания ну да потом дорок создание ты опять уйдешь отрицание а потом опять падешь созидания посмотрим посмотрим не ну погоди поза по закону именно как раз таки отрицания-отрица 2 или 3 закан закон диалектики не суть важно там ты но если ты отрицаешь нечто ты сперва выходишь да там в и на бытие во второе а потом это снова отрицает что не возвращаешься назад ты после этого ну поднимаешься на кардинальной третью новую ступень как бы в ту же сторону откуда ты начал но поскольку опыт был произведен в ту же сторону но только другую сторону да ты можешь все равно даже там к чему-то вернуться но ты как бы тоже все равно будешь на это смотреть по-другому слушай ну як именно как раз таки для того чтобы вот ну панк-рок качественно делать я не только доход кали количественных изменений панк-роки в качественные а когда типа было много 10 голимых отстойных групп и получилось 2 хороших правильно все я для количество алкоголя снизил до нуля и теперь еще и количество ну остальных веществ снизил до нуля вообще как раз такими на поняв что ну чтобы побеждать а по сути ну если мы говорим да вот так вот там о создании концертов ну тоже еще ну такая бизнес сторона до чтобы побеждать чтобы делать это круто и качественно ну надо быть в себе ясном сознании и так далее поэтому как раз таки я и начал что что какие-то вещи отрицать отрицать как раз таки именно вот этот вот панк-снобизм и наркомагию ну наверное да чуть-чуть там будет разрушена ну злее стал еще просто люди если там косячит он сразу говорю чтобы сразу вебала до ебала фактами панчами словами не ну кстати вот именно насилие насилие но но это печально всегда очень печально ну буржуазии как раз таки очень много войны так мире разводит и поэтому лучше как-то на словах решать но от буржую как вот по отношению буржую ну смотря какому словах решать несмотря когда и смотря к какому нужно смысле что на словах решать то говоришь как будто бы с ним встретиться можно ну нет конечно слушай ты бы еще спросил как бы как как бы там сделать какое запрещенное вещество ну серьезно типа я не давай я не буду короче садится я просто музыкант и музыкант и только еще может быть там препод и только организатор концертов и только даватель да и все и все юморист уроки юмора преподает насилие короче ну плохо что ж артем спасибо за беседу давай перейдем к пожеланиям всем панком читайте больше читайте в этом нет ничего зазор есть во что вникать помимо того чтобы просто там бухать за фракцией узнаете узнаете очень прикольно именно интересные вещи которые приучат мозг гораздо более качественные решать новые задачи это же очень важно вообще для всех ну в смысле про я просто буквально говорю чуваки зайдите в этот магазин с инструментами для мышления наберите себе этих инструментов научитесь там суждение правильно выстраивать например почему нет с ними вся работа станет гораздо круче артем спасибо иван друзья спасибо как всегда приходите на концерты слушайте панк-рок вникайте в юмор читайте всем пока